Ну что, здравствуйте. У кого-то, наверное, еще добрый день, у кого-то уже, наверное, добрый вечер. Я надеюсь, что вы меня слышите. Отлично, видимо, слышите. Очень хорошо. Хорошо. Так, замечательно. Собственно, да, у нас с вами математика. К вопросу о том, до скольки занятия, я так понимаю, что у вас последний, наверное, урок от математики. Так, в прошлый раз мы поговорили с вами про буквенные записи выражений, про то, как с помощью букв можно записать свойства сложения вычитания и про то, что такое уравнение. Соответственно, сегодня мы начнем с того, что давайте еще порешаем уравнение, посмотрим, как их решать, так, чтобы это было делать быстрее и проще. Итак, давайте я напомню, что уравнение – это у нас равенство, содержащее букву, значение которой надо найти. Соответственно, значение буквы, при котором из уравнения получается верное числовое равенство, называется корнем этого уравнения. Например, если у вас есть уравнение х плюс 2 равно 5, то корнем этого уравнения является число 3. Потому что если мы 3 подставим вместо х, то 3 плюс 2 равно 5. И, собственно, решить уравнение – это значит найти все его корни, ну, либо показать, что у этого уравнения нет ни одного корня. Ну, в принципе, большинство уравнений, которое мы решаем с вами сейчас, имеет просто один корень, и надо этот один корень просто найти. Итак, давайте посмотрим следующий пример. Допустим, у нас есть такое уравнение. Да, здравствуйте, здравствуйте. Допустим, у нас есть такое уравнение. y плюс 64 в скобках минус 38 равно 48. Можно такое уравнение решить двумя способами. Значит, во-первых, мы можем заметить, что мы можем 38 перенести в правую часть, она была с минусом, станет с плюсом. Значит, у нас y плюс 64 будет равно 48 плюс 38. Соответственно, y плюс 64 будет равно 86. Ну, и затем мы вычитаем из 86 64, получаем, что y равно 22. Это первый способ. В принципе, можно это же уравнение решить вторым способом. Соответственно, мы можем заметить, что y плюс 64 минус 38. Мы же можем сначала из 64 вычесть 38, а затем результат этого вычитания прибавить к y по свойствам сложения вычитания. Соответственно, у нас в левой части уравнения останется y плюс 26, и мы видим, получаем такое уравнение. y плюс 26 равно 48. Ну, соответственно, отсюда y это 48 минус 26. Ну, естественно, тоже получается 22. Понятно, что каким бы способом мы не решали уравнение, у нас в итоге ответ должен один и тот же получиться. Итак, давайте попробуем по этой схеме решить следующее уравнение. Сначала под буквой а. Вот у нас x плюс 98 в скобках. Все это плюс 14 равно 169. Ну, у нас есть два способа, собственно, я их только что показала, как это уравнение решать. Давайте вы решите это уравнение каким-нибудь способом и напишите, какой, как вы думаете, ответ. Давайте так. Продолжение следует... Так, 39, 47, 57. Так, пока у нас три варианта. 39, 47, 57. Так, что за 57? Давайте посмотрим. Давайте действительно решим это уравнение двумя способами и посмотрим, какой будет ответ. Способ первый. Мы можем сначала записать, что х плюс 98. Это у нас, соответственно, 169 минус 14. 169 минус 14 это 155. Соответственно, теперь нам из 155 надо будет вычесть 98. Значит, х у нас это 155 минус 98. Ну и действительно, если мы вычтем, получим 57. И то же самое уравнение мы могли бы решить вторым способом. Мы можем сначала сложить 98 плюс 14. Тогда у нас получится х плюс 112 равно 169. И потом, соответственно, из 169 вычесть 112. Получим, что х это 169 минус 112. Ну, опять же, 57. Значит, те, у кого получилось 57, те были правы. Теперь решаем под буквой B. Так, вижу 11. Вижу еще 11 и еще 11. Так, ну давайте проверим. Значит, 35 плюс у минус 15 равно 31. Значит, либо мы можем записать, что 35 плюс у будет равно 46. 46, то есть 31 плюс 15. И, соответственно, у будет равно 46 минус 35. Ну, действительно, 11. Либо у нас есть второй вариант. Мы можем сначала из 35 вычесть 15. Соответственно, у нас получится, что 20 плюс у равно 31. Ну и опять же, да, вычитаем. Получаем, что у у нас это 31 минус 20. Соответственно, те же самые, естественно, 11. Ну, тут вроде у всех получалось 11. Значит, у всех все было хорошо. Так, замечательно. Давайте двигаться дальше. Давайте еще порешаем уравнение и выполним проверку. Значит, если у вас в задании нужно решить и выполнить проверку, то, во-первых, вы сначала решаете это уравнение. У вас получается какой-то корень. И затем этот корень нужно подставить в исходное уравнение и проверить, что у вас получится верное равенство. Ну, давайте сначала под буквой А. Вот наше уравнение. Х плюс 15 минус 8 равно 17. Каким-нибудь способом мы решаем это уравнение. Находим х. И потом нам нужно будет этот корень подставить и убедиться, что все правильно мы решили. Так, ну, получается, вроде у всех 10. Давайте посмотрим, да, как решать это уравнение. Ну, опять же, два способа. Давайте я один уже какой-то буду способ писать. Допустим, способ первый, да, минус 8 можно перенести в левую часть. Там получится 17 плюс 8, 17 плюс 8 – 25. Получается х плюс 15 равно 25. Ну, соответственно, х будет равно 25 минус 15, то есть 10. И в данном случае, поскольку у нас просят еще выполнить проверку, то мы должны это 10 подставить в исходное уравнение и убедиться, что у нас получается верное равенство. Соответственно, мы подставляем. Получаем 10 плюс 15 минус 8 должно быть равно 17. Вычисляем значение в левой части. 10 плюс 15 – 25. 25 минус 8 – 17. Получили следующее равенство – 17 равно 17. Ну, значит, действительно, мы получили в конце верное равенство, значит, корень, который мы нашли, был найден верным. То есть если у вас в задании еще всегда написано явно выполнить проверку, то вы вот должны последнее вот это действие проделать. Так, ну, я надеюсь, понятно, что такое сделать проверку. Давайте, да, теперь под буквой B. Ну, вот я вижу уже несколько ответов. Ну, вижу 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Так, окей, давайте посчитаем. Давайте я 24 из 24 вычету 21. Получу 3. Значит, у меня x плюс 3 равно 10. Ну, действительно, значит, x равно 7. Естественно, лучше выбирать такой порядок 10, да, такой способ решения, как бы, который нам будет удобнее, то есть при котором будет проще считать. Ну, в данном случае, наверное, уж проще сначала с 24, 1 и 21, а потом уже это вычитать из 10. Причем мы сначала будем 21 переносить, там получится 31, а потом из этого вычитать 24. Так, ну, проверку давайте я не буду делать, я думаю, все поняли про проверку. Чтобы сделать проверку, надо подставить и убедиться, что получается верное равенство. Давайте под буквой G теперь. Так, 15, да. Там еще кто-то тоже до этого писал. Да, Роман, бывает. Так. Есть варианты 15, либо 55. Ну, давайте подумаем логически. Как вы вообще можете под буквой G подставить 15? У вас тогда в скобках получится 15 минус 35. Это же как-то очень грустно. Мы же не можем из 15 вычитать 35. Да, вот 15 точно нет, потому что из 15 35 мы вычитать не можем. У нас по определению вычитаемое... Когда мы вычитаем друг у друга натуральные числа, у нас всегда уменьшаемое должно быть больше, чем вычитаемое. Поэтому из 15 35 уж никак не вычитаем. Так, вот 55, второй вариант, он хотя бы более перспективный, потому что если мы 55 подставим, то мы из него хотя бы 35 можем вычесть. Ну, давайте посмотрим. Значит, что у нас? Если я подставлю 55, действительно у меня в скобках получится 55 минус 35 – это 20. И 20 плюс 12 действительно будет 32. Ну, соответственно, да, 55 – это действительно правильное решение. Если бы я сама решала, да, это уравнение, то что бы я сделала? Я бы сказала, что у меня у минус 35 – это 32 минус 12. Ну, то есть, соответственно, 20. Ну, и действительно, чтобы найти у, нам остается к 20 прибавить 35. Так что у вас, собственно, 55 и получается. Ну, да, и смотрите, даже чисто логически у вас 15, там вообще никак не может быть. Если вы 15 подставите, вы просто вычитание не можете выполнить. Так, ну, давайте под буковкой «Д» попробуем. Так, 20. 20, 20, 20, 20, 20. Ну, давайте проверим просто подстановкой. Значит, 56 минус 20 плюс 12. Должно быть равно у нас 24. Так, 20 плюс 12 – это 32. 56 минус 32, да, действительно, 24. Значит, 20 – это правильный ответ. Ну, чтобы решить это уравнение, понятно. Мы можем, допустим, либо скобки раскрыть в левой части, либо, соответственно, из 56 выясить 24, и это приравнять к x плюс 12. Либо так, либо так. Так, еще раз, мы говорим про вычитание натуральных чисел. При вычитании натуральных чисел у вас по определению не может быть уменьшаемое меньше, чем вычитаемое. Все действия, которые вы делаете с натуральными чиселами, там всегда уменьшаемое больше, чем вычитаемое. Просто по определению. Более того, если у вас будет какое-нибудь задание, типа, допустим, будет дано выражение, вот то же самое там, y минус 35, да, и в задании будут спрашивать, а какие числа можно подставить вместо ювика. Так вот, число 15 нельзя подставлять вместо ювика. Если вы напишете, что можно, то это будет неправильно. Ну, естественно, при этом у нас все действия, которые мы делаем, мы делаем их только с натуральными числами пока что. Так, давайте дальше. Давайте с помощью уравнения решим следующую задачу. Для того, чтобы, да, вот все правильно, в пятом классе такие числа не вычисляют. Поэтому, собственно, если у вас будет, ну, в принципе, можно много чего в этом мире делать, можно много чего вычитать из клана друг с другом, но если у вас на текущий момент будет такое задание, то вы не можете подставлять вместо уменьшаемого число, которое меньше, чем вычитаем. Так, итак, Витя у нас задумал число. Если к этому числу прибавить 23 и к полученной сумме прибавить 18, то будет 52. Спрашивается, какое число задумал Витя. Так, да, мы составляем сначала уравнение. Так, вот я вижу даже уравнение. Да, только, да, не 32, а 23. Так, 1, 11. Ну, давайте сначала составим уравнение. Значит, пусть он действительно задумал число Х. Да, в старших классах там все что угодно есть. Мы же сейчас не в старших классах, правда же. Если к этому числу прибавить 23, а потом к этой сумме прибавить 18, то получится 52. Соответственно, нужно найти Х. Так, я вижу, у нас два варианта самых распространенных. Это 11 самый распространенный. Есть еще вариант 1. Ну, вроде 11 побеждает. Ну, давайте посмотрим. Ну, например, давайте я сложу 23 плюс 18. 23 плюс 18 – это у нас 41. Значит, Х плюс 41 должно быть равно 52. Значит, в данном случае у нас Х будет равно 52 минус 41. Ну, конечно, действительно это будет 11. Смотрите, значит, что касается оформления. Когда у вас нужно решить задачу с помощью уравнения, то для того, чтобы у вас все было правильно оформлено, перед тем, как вы записываете уравнение, вам нужно записать, что вы обозначили за Х. То есть обычно перед этим пишется какая-то строчка, типа там, пусть число, которое задумал Витя, это Х. Или пусть число Х задумал Витя. Соответственно, дальше вы записываете уравнение, которое у вас получилось. То есть вот у вас идет сначала вот это, потом уравнение решается, это уравнение решается, решается, получается в конце какой-то ответ. Вот после того, как вы получили решение этого уравнения, вам нужно написать слово «ответ» и в ответе записать то, что у вас получилось. В данном случае число 11. И в данном случае у нас число получилось без единиц измерения, поэтому мы единицы измерения, естественно, не пишем, потому что у числа нет никаких единиц измерения. Если у вас в задаче какие-то метры, километры, сантиметры, часы, я не знаю, ящики, яблоки или еще что-то, то у вас в ответе обязательно должны быть единицы измерения. То есть это у вас будет 11 километров или 11 часов или еще что-то. Ну, в идеале, да, вот Витя загадал число 11, должно быть написано в ответе. И тогда мы полностью правильно оформили эту задачу. То есть вначале мы написали, что мы обозначили за х, затем мы составили уравнение, решили это уравнение, и в конце написали ответ. Давайте дальше. Теперь похожая задача, только теперь у нас Маша задумала число. Если к этому числу прибавить 14 и от полученной суммы отнять 12, то будет 75. Давайте узнаем, какое число задумала Маша. Ну, естественно, мы обозначаем за х то число, которое задумала Маша. И по-хорошему пишем это первой же строчкой наше решение. Затем уже составляем уравнение. Значит, давайте составим. Если к этому числу прибавить 14, а от полученной суммы отнять 12, то получится 75. Ну, тут вроде вот неплохо у всех получается. 73. Ну, действительно, х плюс 14 минус 12 можем посчитать. Да, это х плюс 2. Значит, х плюс 2 равно 75. Ну, значит, х в итоге это 75 минус 2, то есть 73. И опять же, да, смотрите, по оформлению. То, что я сейчас не пишу, но вообще вы должны писать. На четверху должно быть записано, пусть Маша задумала число х, в конце должно быть написано ответ, число 73 задумала Маша. Так, поехали. Давайте запишем в виде равенства и, собственно, решим это задание. Пусть у нас у Вани было х яблок, у Пети на 8 яблок больше, а у Нины на 3 яблока меньше, чем у Вани. Известно, что вместе у них было 41 яблоко, но, естественно, вопрос, найдите, сколько яблок было у Вани. Для того, чтобы подобного рода в заданиях составлять уравнение, обычно бывает удобно составить таблицу. Вот у нас таблица здесь представлена на рисунке. У нас в таблице есть Ваня, Петя и Нина, соответственно, мы записываем туда число яблок. Получается, у Вани х, у Пети на 8 больше, значит, х плюс 8. У Нины, соответственно, на 3 меньше, чем у Вани, значит, х минус 3. И известно, что вместе у них было 41 яблоко, значит, осталось нам из этого составить уравнение. Так, ну 10, это, видимо, мы уже х нашли. Давайте составим уравнение. Значит, х плюс х плюс 8 плюс х минус 3 должно быть равно 41. Ну что-то как-то нет, не 10 же. Явно, если я 10 сюда поставлю, у меня что получится? 10 плюс 10 плюс 8 плюс 10 минус 3. Это не 41. Это у меня будет 35. Давайте мы сначала немножко упростим это. Значит, у нас получается, что х плюс х плюс х. Соответственно, плюс 8 минус 3, это плюс 5. Значит, это будет равно 41 минус 5, то есть 36. То есть сумма 3х это 36. Ну, конечно, да, х тогда это 12. Ну, соответственно, если бы у нас было задание, там, задание узнать, сколько яблок было у Вани, то мы в ответ пишем, что у Вани было 12 яблок. Если бы спрашивалось, там, я не знаю, сколько яблок было у Пети, значит, мы написали бы, что у Пети там 20 яблок. Ну, давайте подставим, проверим. Значит, у Вани было бы 12 яблок, у Пети, соответственно, 20 яблок, а у Нины было бы 9 яблок. Ну и действительно 12 плюс 20 – 32, 32 плюс 9 – 41, получилось. Ну, я и говорю, да, дальше мы пишем ответ в зависимости от того, что у нас спрашивали в задаче. То есть здесь у нас, в принципе, ничего не спрашивали. В зависимости от того, что бы мы спрашивали, то бы мы и написали. То есть могло бы в задаче спрашиваться, а сколько яблок, например, у Нин. Тогда не надо было бы, естественно, 12 писать в ответ, надо было бы 9 писать. Так, ну давайте попробуем теперь сами составить таблицу и по ней составить уравнение. Значит, такая задача. Один токарь выточил Y деталей, другой на 7 деталей больше, чем первый, а третий на 8 деталей меньше, чем второй. Вместе они сделали 81 деталь. Ну и давайте найдем, например, сколько деталей выточил третий токарь. Вот пусть у нас будет такой вопрос. Соответственно, для того, чтобы решить это задание, вам надо составить таблицу, дальше по таблице составить уравнение, и дальше решить это уравнение вы найдете Y, ну и потом найти ответ, собственно. Вот. Спасибо. 89. Это очень сомнительно. Если у нас вместе три токаря сделали 81 деталь, то никак третий не мог сделать 89. Ну вот 16 это еще хоть как-то, потому что это хотя бы может такое быть. Понятно же, что если у вас все суммы сделали 81, то третий 89 не мог сделать. Так, ну давайте для начала хотя бы таблицу составим. 16, 1, 23. Прекрасно, прекрасно. 23, 23. Ну из разумных вариантов 23 и 16. Итак, составляем таблицу. Значит, у нас есть первый токарь, второй токарь и третий токарь. И соответственно, есть количество деталей, которые они сделали. Первый токарь по условию сделал Y деталей. Второй на 7 больше, чем первый. Значит, Y плюс 7. А третий, соответственно, на 8 меньше, чем второй. Значит, Y плюс 7 минус 8. И известно, что все вместе они сделали 81 деталь. Значит, давайте составим уравнение. Y плюс Y плюс 7 плюс Y плюс 7 минус 8. И все это вместе равно 81. Да, любовь, у вас почти правильное уравнение, только смотрите. Третье сделано 8 деталей меньше, чем второй, а не чем первый. Значит, у третьего не просто Y минус 8, а Y плюс 7 минус 8. 23 или 16, вот это прям отлично. Значит, ответ 1 какой-то. Итак, если мы все это упрощаем. 7 плюс 7 – 14. 14 минус 8 – это у нас сколько? Это у нас 6. Значит, Y плюс Y плюс Y. Это, соответственно, 81. Так, значит, еще раз. 7 плюс 7 – 14. 14 минус 8 – 6. Значит, здесь было плюс 6. Значит, когда мы перенесем, там будет 81 минус 6. 81 минус 6 – это у нас 75. Значит, мы сложили 3 Y и получили 75. Значит, Y у нас это 25. Потому что 25 плюс 25 плюс 25 – это 75. Теперь смотрим, что нас просили узнать. Нас просили узнать, сколько деталей сделал третий токарь. Давайте разбираться. Ну, если у нас первый токарь сделал 25 деталей, и это Y. А третий сделал Y плюс 7 минус 8. Значит, нам надо сюда поставить на 100 Y и 25, и мы найдем ответ. Получается 25 плюс 7 минус 8. 25 плюс 7 – это у нас, собственно, 32. 32 минус 8 – это у нас 24. Значит, правильный ответ на самом деле в этом задании был 24, а не 16 и не 23. Еще раз, да, что мы делаем в таких заданиях? Мы, во-первых, составляем табличку, потом по таблице составляем уравнение, потом решаем это уравнение, а потом смотрим, что нам нужно вообще найти было. И ровно после этого у вас получится ответ. Так, ну, хочется верить, что более-менее поняли. Давайте еще попробуем. Ну, не 23, а 24 же. 23 – это почти 24. Прекрасно. Так, давленько мы не считали никакие варианты. Давайте посчитаем какие-нибудь варианты. Пусть у нас есть такая задача. Из села Никеева в село Большого ведут 4 дороги, из села Большого в село Виноградово – 3 дороги. Сколькими способами можно добраться из села А, собственно, в село В, через село Б? Как вы думаете? Так, есть вариант 7, есть вариант 12. Ну, в основном 12, я смотрю, побеждает. Ну, мы на самом деле такого плана задачки разбирали и говорили, что они называются обычно задачами на комбинаторику, потому что в таких задачах нужно вычислить все возможное количество комбинаций вариантов. Да, давайте вспомним, как они решаются. Если мы добираемся, допустим, из А в Б по первой дороге, то дальше мы можем продолжить свой путь тремя способами. По пятой дороге, по что ли, по седьмой. Понятно, что точно так же мы можем рассуждать, если мы сначала проедем по второй дороге, сначала по третий или сначала по четвертый. Значит, получается, что каждому количеству способов добраться из А в Б соответствует одно и то же количество способов добраться из Б в В. Соответственно, да, из А в Б у нас добраться в 4 способа, из Б в В 3 способа. Ну, и чтобы получить ответ, надо просто 4 умножить на 3. В принципе, это довольно распространенное явление в подобных задачах. Когда нужно считать какое-то количество способов, то вы разбиваете их на два каких-то отдельных, но в данном случае добраться из первого года до второго, добраться из второго до третьего. и потом перемножаете количество этих способов. Хорошо. Тогда давайте попробуем решить такую задачу. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 0, 1, 3 и 5, если цифры в записи нашего числа не повторяются? Ну, заметим, что эта задача, в принципе, примерно про то же самое, что и про дорожки. Так, ну, что у нас тут, какие версии? 12, 6, 12, 16. Замечательный ответ, много. Ну, в основном лидирует 16, что довольно странно, конечно. Еще раз. Условие, да, сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 0, 1, 3, 5, если цифры в записи числа не повторяются? Значит, повторять их нельзя. Я не хочу вас расстраивать, но мне кажется, что я еще ни одного правильного ответа не видела. Давайте подумаем немножко, как бы, логически. Да не так уж и много, на самом деле. Хорошо, давайте еще раз. Как решаются такие задачи? У вас есть три места, поскольку у вас трехзначное число. Вот, там где-то промелькнул даже правильный ответ. Итак, значит, у нас есть три места. Давайте мы посмотрим, сколькими способами мы можем выбрать цифру, которую мы можем поставить на первое место. То есть вот сюда вот. Ну, это должна быть цифра, не 0, потому что 0 нельзя ставить на первое место. Значит, это либо цифра 1, либо цифра 3, либо цифра 5. Значит, поставить цифру на первое место мы можем тремя способами. Это либо 1, либо 3, либо 5. Теперь мы смотрим на второе место. Сколькими способами мы можем поставить цифру на второе место? Теперь мы можем ставить туда и 0, и 1, и 3, и 5, но не можем ставить ту цифру, которая уже стоит на первом месте, потому что у нас не повторяются цифры. Ну да, да, сейчас 18 получится. Значит, количество способов поставить цифру на второе место – это опять же 3, потому что это все цифры, кроме той, которая стоит на первом. И, соответственно, последнее место мы рассматриваем. Сюда нельзя ставить цифру, которая стоит на первом месте, и нельзя ставить цифру, которая стоит на втором. Значит, остается две цифры. Значит, два способа для последнего места. Ну и опять же, мы перемножаем это количество способов и получаем ответ 18. Итого в данной задаче будет 18 всего трехзначных чисел, которые можно так составить. Значит, смотрите, да, еще раз, как решаются подобные задачи. Ну, вы разбиваете ваше число по цифрам и дальше смотрите, вычисляете, ну, как-то находите количество способов, которым можно поставить цифру на каждое место. Обычно это делается последовательно, причем начиная с начала числа, то есть слева направо. Вот вы посчитали, конечно, способ поставить первую цифру, потом вторую цифру, третью цифру и так далее. И в конце вам надо это все будет перемножить. Так, ну, давайте, если это понятно, попробуем еще раз. Давайте теперь такой вопрос. Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 1, 3, 5, 7, 9, если цифры в записи числа не повторяются? Ну, если нужно, покидайте, что же поделать. Итак, задача, в общем, полностью идеологична. У вас есть цифры 1, 3, 5, 7, 9. Надо теперь составлять двузначные числа. И цифры должны не повторяться. Так, ну, давайте вместе посчитаем. Значит, у нас теперь два места, так, потому что двузначное число. Соответственно, на первом месте сколько у нас есть способов, как выбрать цифру? Ну, у нас всего 5 цифр, значит, 5 способов. На второе место сколько способов выбрать цифру? Ну, подходит любая, кроме той, которая стоит на первом месте. Значит, 4 способа. Ну, умножаем 5 на 4, получаем 20. Как бы полностью аналогичная с предыдущей задачей. Там я видела, да, там, по-моему, девочки сразу писали 20. Так, окей, давайте та же самая история. Теперь у нас трехзначные числа. И сколько можно трехзначных составить? То есть, соответственно, теперь то же самое, только у нас стало 3 знака в числе. Так, вижу 60. 20, это, видимо, к предыдущему. Вижу еще 60. Ну, отлично, да? Давайте по аналогии смотрим. На первое место 5 способов, чтобы поставить цифру. На второе 4, потому что это должна быть не та цифра, которая стоит на первом месте. И на последнем месте это должна быть не цифра на первом месте, не цифра на втором. Значит, 3 способа осталось. Ну, соответственно, умножаем 5 на 4, на 3. Получаем 60. Значит, смотрите, в таких задачах, да, еще раз. Во-первых, такие, этот раздел математики, который занимается подобного рода задачами, называется комбинаторик. Потому что мы обычно считаем какое-то количество комбинаций в каждой там задаче свое. Где-то там шарики складываются, где-то из чисел, там, из цифр числа собираются, где-то там вот количество дорожек считается и так далее. Но принцип там более-менее всегда один и тот же, что если у вас есть какие-то независимые между собой объекты, в данном случае, например, это цифры, да. Ну, количество способов поставить цифру на первое место и количество способов поставить цифру на второе место. Оно зависит друг от друга только в том смысле, что мы понимаем, что на второе место нельзя поставить такую же цифру, как на первую. После того, как мы это поняли, выбор цифр для первого места и для второго не зависит. То есть не зависит от того, что я поставил на первое место цифру 1, я могу на второе равно, как хочу поставить 3, 5, 7 или 9. Вот в таких случаях у вас количество способов всегда перемножается. Соответственно, да, мы видим в первом примере у нас мы умножали, получали 20, здесь получили 60. Будем надеяться, что более-менее понятненько. Давайте тогда пойдем дальше. Дальше следующая тема, которую я хочу обсудить, это умножение и свойства умножения. Ну, во-первых, я уж надеюсь, что более-менее все знают, что такое умножение. Давайте там вот посмотрим такую задачу. У вас есть концертный зал, он освещается тремя люстрами по 25 лампочек в каждой, и надо посчитать, сколько всего будет лампочек. Ну, понятно, что их будет 25 плюс 25 плюс 25, что то же самое можем запечатать как 25 умножить на 3. И, соответственно, в такой записи у нас 75 – это будет произведение числа 25 и 3, а самые числа 25 и 3 называются множителями, либо со-множителями. Множители, со-множители – это, в принципе, одно и то же. Ну, в общем, по определению умножить натуральное число М на натуральное число Н – это значит найти сумму Н слагаемых, каждая из которых равно М. Ну, соответственно, да, то, что я говорила, выражение М умножить на Н и значение этого выражения – это произведение, а сами числа МН – это либо множители, либо со-множители, как я еще называю. Давайте посмотрим, какие свойства есть у произведения, которым мы, на самом деле, все время пользуемся для того, чтобы нам было проще считать. Ну, первый пример. Мы, наверное, догадываемся, что если мы умножим 7 на 4, либо 4 на 7, то мы получим одно и то же число. Действительно, будет 28. То есть неважно, что мы складываем, да, вот у меня в одном ряду тут 7 шариков, соответственно, я могу сложить сумму 4 рядов, и получится 7 плюс 7 плюс 7. Ну, понятно, что это 28. А с другой стороны, я могу сложить по столбикам. 4 шарика плюс 4 плюс 4 и так далее 7 раз. Все равно получится 28. Почему? Потому что есть такое свойство произведения, которое называется переместительным, собственно, по аналогии со свойствами сложения. И переместительное свойство произведения говорит нам, что от перестановки места со множителя произведение не меняется. Соответственно, А умножить на Б будет всегда равно Б умножить на А. Очень удобное свойство. Очень помогает нам удобнее считать. Следующее свойство – это сочетательное свойство. Тоже абсолютно аналогичное свойство сложения. Сочетательное свойство помогает нам переставлять скобки, так как нам удобно. Ну, вот тут есть примерчик тоже с шариками, что если мы 5 умножим на 3 сначала, потом это умножим на 2, то мы получим 30. Или сначала умножим 3 на 2, потом умножим на 5, все равно получим 30. Ну, и, собственно, сочетательное свойство говорит нам следующее, что если у вас есть произведение нескольких чисел, то вы можете расставлять скобки в этом произведении, как вам нравится. Ну, либо если это буквами записать, то а умножить на b, умноженное на c, это будет равно а умноженное на b, и потом все это умноженное на c. На самом деле мы можем и а умножить сначала на c, а потом это все умножать на b. Вот. То есть просто, в принципе, как угодно можем расставлять скобки. Дальше. Какие еще есть свойства у произведения? Во-первых, есть свойства для умножения на единицу и свойства для умножения на 0. Ну, наверное, понятно, что если мы возьмем и n раз сложим само собой единичку, то мы получим n. Соответственно, поэтому 1 умножить на n – это n. Дальше. Если мы возьмем n раз и сложим само собой число 0, то мы все равно получим 0, потому что сколько раз 0 не прибавляю, все равно будет 0. Ну, соответственно, 0 умножить на n равно 0. Ну, поскольку мы говорили, что можно переставлять местами у нас в произведении со множителя, то, естественно, отсюда следует, что m умножить на 1 – это n, и m умножить на 0 – это 0. Дальше. Что касается записи. Значит, когда мы записываем произведение, то если у вас записано произведение двух чисел, то между ними мы всегда пишем знак умножить. Ну, то есть, если у нас должно быть 5 умножить на 6, то мы так и должны записать 5 умножить на 6. Мы не можем записать их просто подряд. Ну, понятно, потому что 56 и 5 умножить на 6 – это не одно и то же. Вот в случае, когда мы записываем такое же выражение, но в нем есть и числа, и буквы, то мы можем знак умножения опускать. Вот, например, если у нас есть 8 умножить на x, то вместо этого пишут просто 8x. Если у нас есть a умножить на b, то вместо этого пишут просто a, b. Это одно и то же. И то же самое опускает знак умножения перед скобками или между скобками. То есть, если у нас будет 2 умножить на a плюс b, то это просто пишут без знака умножения. 2, а дальше сразу скобку a плюс b. Ну, и вот то же самое, пример, между скобками. x плюс 2 на y плюс 3 тоже знак умножения не пишут. Далее. Если у нас произведение нескольких букв, и в скобках ставятся первые две буквы, то можно эти скобки тоже опускать. Потому что в том случае, когда у нас нет скобок, то произведение вычисляется последовательно по порядку, начиная слева направо. Соответственно, от того, что мы просто запишем a, b в скобках, а потом это умножить на c, или просто запишем a, b, c, у нас ничего не изменится. Порядок действия не изменится. Это будет одно и то же. Поэтому эти скобки просто принято не писать. Так, ну что. Хочется верить, что все более-менее понятно. Давайте задачи повешаем. Итак, у нас есть Сережа. Сережа старше своей сестры на 5 лет, но моложе отца в 3 раза. Спрашивается, сколько лет Сереже, сколько лет его отцу, и с Сережной сестре 8 лет. Используя, я не знаю, что это не так. Продолжение следует. Там не будет. Я не знаю, что это не так. Продолжение следует. Так, 13.39, 13.39, 15.45, 3. Так, ну, видимо, 13.39 у нас побеждает. Давайте действительно посмотрим. Сереже на сестре 8 лет, а Сереже по условию старше сестры на 5 лет. Значит, самому Сереже 8 плюс 5, соответственно, 13 лет. Дальше известно, что он моложе отца в 3 раза, значит, чтобы найти возраст отца, надо просто 13 умножить на 3. Умножаем 13 на 3, получаем 39. Ну, итого действительно Сереже 13, отцу 39. Хорошо, давайте посчитаем немножко по произведению. Давайте вычислим сначала 154 умножить на 8. Подписывайтесь на мой канал. роман да насчет свойств переместительное сочетательное нейтральный элемент это данном случае единица и 0 это отдельно взятый элемент так смотрим 1232 1232 1224 1232 1548 так ну давайте я тоже в данном случае ничего не надо выдумывать надо взять и просто столбиком умножить давайте умножим 154 на 8 умножаем столбиком 8 на 4 32 на 4 в уме 5 на 8 40 было 3 в уме 4 переносли 1 на 8 8 плюс 4 12 1232 ура ура так наши тысячи 300 1232 это правильный ответ теперь под буковкой е давайте посчитаем так 302 808 мы чем возможно давайте вычислим 814 на 372 заодно повторим как умножать столбик значит 4 на 2 у нас 8 1 на 2 2 8 на 2 16 дальше я начинаю сдвигать и пишу следующий под 4 на 4 на 7 то 28 2 в уме 9 7 на 6 7 на 8 56 и наконец последние 3 на 4 12 значит 2 1 в уме 4 3 на 8 24 и и после этого все вот это вот нам надо сложить получается 8 0 1 в уме 8 соответственно 5 1 в уме 2 1 в уме 0 у меня получилось 302 808 в принципе как и большинство присутствующих значит смотрите когда вы считаете столбиком тут есть несколько как бы способов как это можно записать а во первых вы когда производите умножение с каждой следующей взятой цифры из нижнего числа вы должны сдвигать все свое произведение на 1 соответственно налево для того чтобы это было удобнее делать можно записывать следующим образом вы можете если взяли первую цифру то вы начинаете просто самого конца затем когда уберете вторую цифру данном случае 7 можете поставить сюда 0 берете следующую цифру поставить 2 0 и так далее то есть можно в конце при записи умножения записывать собственно столько нулей какую цифру очередную вы берете то есть первая цифра без нуля идет 2 с одним нулем 3 с двумя нулями 4 допустим с тремя нулями и так далее в принципе если вам это не нужно и вы сами просто легко записываете цифры да сдвигаете то соответственно можете просто сдвигать так ну и последнее произведение с 2005 на 6 тысяч 4 ну там вроде все посчитали это действительно будет 12 миллионов 38 тысяч 20 если посчитать так ну в общем я надеюсь что столбиком считать все более-менее умеют и слава богу отлично давайте попробуем сделать такой пример вот у нас есть примерчик надо в него подставить цифры вместо звездочек так чтобы получилось правильное выражение так ну давайте наверно в ответе я от вас жду просто пять цифр которые в конце должны получиться вот здесь чтобы было понятно что в ответ писать у вас как-то при самом желании в первом примере не может получиться 40 тысяч пятьсот двадцать три потому что в принципе умножаете 400 на 20 там явно число не больше чем десять тысяч получается ну или где-то там в районе десяти тысяч ну как бы даже если 500 умножить на 30 то это 15 тысяч значит наше число которое получится в ответе точно меньше чем 15 тысяч значит 40 тысяч уж никак не получится 9303 смотрите тоже не может быть потому что у нас в конце 5 цифр а у вас 4 цифра получилось значит не 9303 не шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять не девять тысяч восемьсот семь шесть не может получиться так ну ладно временной почти не осталось давайте мы этот пример сейчас и разберем а второй тогда на следующий раз останется смотрите вот у вас в конце вы умножаете 3 на что-то и получается тройку то есть да вот эта тройка умножается на вот эту звездочку и получается вот эта троечка на что надо умножить 3 что получилось 3 но очевидно на 1 правда же значит у вас вот здесь стоит число 1 соответственно дальше вы умножаете звездочку на 1 и получается 8 значит вместо звездочки вот здесь у вас стоит число 8 дальше 4 мы умножаем на 1 значит здесь у нас стоит число 4. Соответственно, дальше нам осталось просто записать, что получится. 2 на 3 – это 6, 2 на 8 – 16, значит, 6 и 1 в уме, и сюда 9, соответственно. И потом мы это складываем, получается 3, 8 плюс 6 – это 4, 1 в уме, дальше, соответственно, 1, 1 в уме, 0, 1. Итого у вас в ответе тогда получается число 10143. То есть в таких примерах вы берете и начинаете последовательно рассуждать, начиная от самого простого. Самое простое – это обычно последняя цифра. Соответственно, смотрите по последней цифре, потом предпоследнюю и так далее. Дальше у вас уже все начинает раскручиваться. Так, ну хорошо, давайте тогда мы на этом будем заканчивать. Соответственно, что мы сегодня сделали? Мы поговорили еще немножко про то, как решать уравнение, как с помощью уравнения решать задачи, как составлять таблицы для того, чтобы с помощью уравнения решать задачи. И, соответственно, с вами поговорили про свойства умножения, ну немножко поумножали там, в основном умножение в столбик, пока успели только вспомнить. Все, спасибо вам тоже за занятия. До свидания. Жду вас через неделю.